Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. В отчете Университета Рецумейкана говорится, что в Солнечной системе много воды. Даже за пределами Земли ученые обнаружили лед на Луне, в кольцах и кометах Сатурна, жидкую воду на Красной планете и под поверхностью Энцелада, а также следы водяного пара в палящей атмосфере Венеры. Ученые хотели знать, присутствует ли включение жидкой воды в форме карбоната кальция, кальцита, в классе метеоритов, известных как карбонатные хондриты. Они происходят из астероидов, образовавшихся в ранней истории Солнечной системы. Команда изучила образцы метеорита Сатерс-Миллель, образовавшегося на астероиде возрастом 4,6 миллиарда лет. Результаты их расследования опубликованы в статье для журнала Science Advances, исследователи использовали передовые методы микроскопии для изучения фрагментов метеорита Сатерс-Миллель. Они обнаружили кристалл кальцита с водными флуидными включениями нанометрового размера, который содержит не менее 15% углекислого газа. Это открытие подтверждает, что кристаллы кальцита в древних углистых хондритах действительно могут содержать не только жидкую воду, но и углекислую газету получая химические снимки содержимого древнего метеорита. Работа его команды может дать важную информацию о процессах, происходивших в ранней истории Солнечной системы. Читать Дали создана первая точная карта мира. Что не так со всеми остальными, вертолет Ингенити успешно взлетел на Марсе. В НАСА рассказали, как они доставят образцы Марса на Землю. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.